Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что учебный центр МП трамвайно-троллейбусное управление приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипензию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам, указанным на экране. Департамент опеки, попечительства и соцзащиты сообщает о том, какие выплаты и услуги, предоставляемые соцзащитой, можно оформить на региональном портале госуслуг. Единовременное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья, выпускникам общеобразовательных учреждений, разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 14-летнего возраста, предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов, ежемесячная выплата за временное проживание по договорам найма лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городу Самара, предоставление выплаты семьям близнецов, поступивших в первый класс. Телеграм-канал администрации Самарского района сообщает, что глава района Роман Радюков провел личный прием граждан. Совместно с представителями обслуживающих организаций рассмотрели волнующие жители проблемы. Вопросами обращения стали ремонт жилого фонда, теплоснабжение. Жители также выразили беспокойство по поводу работы вышки сотовой связи по улице Ленинградской. По каждому обращению даны разъяснения и выработаны пути решения. Все вопросы взяты на личный контроль. Редактор субтитров А.Семкин